И третья сила побеждающей судьбы — это Бог. Бог дает человеку, преодолевает непреодолимое. Если человек помнит о Боге, о святости, то у него препятствие в жизни что-то возникло, ничего не может сделать. Раз — легче становится. Просто в храм сходил, помолился. Ну то есть я вам говорю сейчас о том, что бывает у чувства собственного достоинства, оно уходит назад или вниз. Это значит, что судьба надавила. Если вперед и вверх уходят, значит, ты просто неправильно относишься к тому, что есть. Хорошего. То есть бывает к хорошему неправильному человеку относятся. А бывает, что нет выхода. Судьба, когда надавила, у тебя чувство собственного достоинства, почему назад уходит? Потому что ты не знаешь, как нейтрализовать судьбу. Ты не знаешь, что судьба нейтрализуется тремя вещами. Первая вещь — знание, что это преодолимо. Знание об этом. Потому что многим людям говорят, что нет, это не преодолимо. А что тогда ты сделаешь? Что делать тогда вообще, если это непреодолимо? Вторая вещь — это аскезы. Что такое аскезы? Это добровольное лишение себя комфорта. Но надо знать, как правильно совершать аскезы, для каких случаев. Понимаете? Аскезы побеждают. Вот судьба дает, ты совершаешь аскезы, и ты приходишь опять в норму. Вот на меня судьба надавила вчера. Так-то смешно, конечно, но не очень смешно, что я мог за три часа долететь до Краснодара, а долетел за восемь. Понимаете? То есть я мог просто ночью поспать нормально, а я не спал всю ночь. Так-то, конечно, смешно, но не смешно, если самому это все испытывать. Но я просто принял эту судьбу, и все. Тяжело было, но и другого выхода нет. Можно просто было проклять эту компанию, как бы, да-да-да. Но я посмотрел так, помедитировал, увидел, что не хватило всего три человека, чтобы набрать людей до окупаемости самолета. Так судьба действует. Люди полетели в Краснодар. Рейс срывается. Да, она может напрячь судьба. Если ты принимаешь, это принципиальный вопрос. Если ты не принимаешь, значит, ты слетел с удачей. Понимаете? То есть что это значит? Унижение означает, ты никому не нужен. У тебя дальше все будет валиться. У тебя здоровье будет валиться. Люди от тебя будут уходить. Работа разрушается. Муж бросит, жена бросит. Почему? Потому что человек, у которого чувство собственного достоинства куда-то свалилось, никому не нужен. Понимаете? Потому что от него не исходит счастье. Тебе и так само плохо, тебя еще мучают. Вот, допустим, ты живешь с человеком, который с собой не справляется. Это жесть. Почему? Потому что тебе свои проблемы надо решать, а еще с ним как бы возиться. Понимаете? Это проблема. Поэтому главная задача в жизни человека — следить за своим сердцем. Если там напряжение, унижение, гордость, суета, депрессия, то это значит, что надо все приводить к порядку. Гордишься собой — иди к старшему, сходи, он тебе подправит, подрихтует тебя. Дальше, если унижен, тогда воспрянь. Иди туда, где люди, добрые люди тебе помогут. Они скажут, да ты классная вообще такая красавица. Да он вообще тупой, не понимает. Ты такая вообще классная. Что-то я тебе буду знать. Вот. Все, как мне сказали, чисто, а я красавица, красавица. Пошла. Все отлично, пошла жизнь. Ну, то есть, подбодрили, то есть, люди могут помочь, аскезы могут помочь. Три вещи побеждают судьбу. Первое — знание. Второе — аскезы. И третье — это память. Ну, то есть, если ты помнишь, что ты хорошая, как бы у тебя все нормально, то тогда все будет нормально. То есть, не надо поддаваться на это знание, что все плохо, ничего не получится. Это неправильное знание. Но не помогает. У всех все получится. У всех все получится, потому что для этого устроен этот мир. Он предназначен для того, чтобы получалось. Он не предназначен для того, чтобы не получалось. Просто надо понять, сколько тебе надо трудиться, и все. Ну и трудись, ну сколько надо, значит, надо. Чего делать? Я же не с печки пришел рассуждать, понимаете? Я пролетаю за год два раза вокруг земного шара. Это моя жизнь. Это очень тяжело, поверьте мне. Тяжелая такая судьба. Но я, как бы, чувствую себя нормально. Потому что я справляюсь пока. Ну, то есть, прилагаю достаточно усилий.